Партнер программы Украинская биржа К 1990 году фонд стоил почти 13 миллиардов долларов, имея в портфеле активы 1200 предприятий. Посещая более 500 компаний в году и беседуя каждую неделю с десятками партнеров и клиентов, Линч получал поразительную прибыль. При этом, по его словам, отводил всего 15 минут в год на анализ рынка и ровно столько же на анализ макроэкономических показателей. Линч всегда считал, что главное в инвестировании – понимать переломный момент в судьбе каждой компании. Его простая инвестиционная философия гласит – выбирайте предприятие, которым может управлять любой дурак, потому что рано или поздно дурак, вероятно, его и возглавит. Написанные в соавторстве с Джоном Ротшильдом три книги об инвестициях «Метод Питера Линча. Переиграть Уолл-стрит и учимся зарабатывать» считается настоящей библией частного инвестирования. Здравствуйте! В эфире «Биржевая азбука» – цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке. В студии Виталий Школьный. Тема этого выпуска – управление инвестиционным портфелем. Инвестиционный портфель – это не просто набор ценных бумаг и других активов. По сути, это единственный актив, который требует определенного внимания и подхода. Стратегия управления портфелем в первую очередь определяется периодом времени, на который вы решили инвестировать ваши средства. Если горизонт ваших инвестиций год-полтора, то лучше пересматривать портфель раз в неделю. В принципе, это не отнимает много времени. Вам не надо сидеть круглые сутки и смотреть в монитор. Вы раз в неделю открыли графики, почитали новости, посмотрели, что произошло в мире, какие-то макроэкономические статистику, и принимаете решение, как вы будете балансировать свой портфель. Инвестор должен располагать информацию о производственной динамике и финансовой результате компании, а также его помесячным изменениям, чтобы иметь возможность вовремя среагировать. Если портфель не отвечает запросам клиента, если компания ведется не так, как он ожидал, он должен уметь вовремя реагировать и переформатировать свой портфель. Среди основных ожиданий, которые инвесторы закладывают в формировании портфеля, могут быть просто хорошая производственная динамика компании, а также фундаментально важные события, как, например, реструктуризация, приватизация, слияние, поглощение и прочее. Одним из элементов управления портфелем может быть хеджирование. Продавая фьючерс, вы страхуете портфель от обесценивания в периоды падения рынка. Допустим, инвестор сформировал портфель акций. Купил уже Моторсич, Азовсталь, Янакевский медзавод с целью на год или на два. При коррекции рынка инвестор не хочет продавать эти акции. Почему? Потому что цены его устраивают, и эти акции не достигли целевого уровня. Но вместе с тем текущая заработанная уже прибыль, хоть она и бумажная, она съедается снижением котировок. Для того, чтобы избежать этого и минимизировать этот риск, инвестор может в момент проседания рынка просто продать фьючерс. То есть таким образом он уравновешивает убыток, текущий бумажный убыток по открытым позициям длинным, а прибылью по фьючерсу. Хеджировать свой инвестиционный портфель также необходимо, следуя инвестиционной стратегии, то есть заранее определив моменты или сигналы открытия и закрытия позиций по фьючерсу, а также ее размеру. Это больше касается долгосрочных инвесторов. Почему? Потому что краткосрочный инвестор, он ловит движение и минимизирует прибыль. Если цена акций падает на 5-10%, обычно краткосрочники продаются. То есть это касается именно инвесторов, которые держат портфель год, два и три, для достижения фундаментальных целей. Что можно посмотреть тому, кто этим никогда не занимался? Здесь нужно обращать внимание именно на корреляцию самого фьючерса и портфеля. То есть чем корреляция выше, тем надо больше брать количество фьючерсных контрактов. Почему? Потому что, чтобы движение, скажем так, 1% движения фьючерса перекрывало 1% противоположного движения портфеля. Пересматривая состав своего портфеля, не следует забывать о параметрах ликвидности и диверсификации своего портфеля. Рекомендация для инвесторов-долгосрочников, естественно, советуем включать акции 2-3 эшелона, которые потенциально, возможно, дадут более высокую прибыль. В то же время обязательно наличие очень ликвидных ценных бумаг. Наличие этого сегмента ценных бумаг позволяет вам вовремя фиксировать или минимальный убыток, или прибыль, и участвовать в промежуточных рыночных событиях. Естественно, такие события требуют от вас повышенного внимания в портфеле. То есть большая часть портфеля может быть сформирована с ценных бумаг с долгосрочным инвестиционным горизонтом, часть портфеля с среднесрочным для того, чтобы вы могли вливаться в движение на рынке по тому или иному имитенту. Покупка фьючерсов в инвестиционный портфель может позволить увеличить его ликвидность. Тем не менее, такой портфель становится более рискованным. Можно применять фьючерс для хеджирования вашего портфеля, а также можно фьючерсы включать как просто часть вложений. Например, можно разделить ваши средства на следующий образом. 30% вложить в облигации, 30% вложить в фьючерс, еще на 40% купить второй эшелон. Это будет достаточно агрессивная стратегия. Акции второго эшелона могут очень сильно вырасти. Но, в принципе, она же является достаточно рискованной, потому что как срочный рынок связан с повышенным риском, так и, в принципе, второй эшелон. Итак, управление портфелем ценных бумаг, исходя из срока инвестиций и вашей склонности к риску, должно включать такие три составляющие. Первое – пересмотр портфеля в результате изменения фундаментальных факторов. Второе – хеджирование от риска падения рынка. И третье – пересмотр инвестиций по показателям риска и доходности. Точку не ставим. В следующем выпуске «Биржевой азбуки» будем говорить об управлении рисками. Не пропустите. Партнер программы «Украинская биржа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова